всем привет в этом ролике мы скипятим воду от солнца в кружке так у нас имеется такая вот обычная кружка с изображением мкс стандартную такую же кружку можете приобрести на павильоне космосного днх здесь у нас есть кипятильник советский на 500 ватт 05 киловатт здесь вот здесь у нас температура по воды 20 градусов мультиметр у нас показывается сейчас происходит нагрев в данном случае мы используем специальный преобразователь который подключен к инвертам последовательно данный преобразователь делит меандр и либо синусоиду в зависимости от того какой у вас инвертор на две части и снижая тем самым нагрузку на инвертор то есть нагрузка потребляет в два раза меньше энергии и позволяет вам запитывать значит вот нагрузку соизмеримую с максимальной мощностью инвертора в нашем случае кипятильник 0 5 киловатт то есть 500 ватт и получается что у нас вот такой вот инвертор данный инвертор выдают меандр то есть искривленную такую синусоиду вот ну а если подключить такую нагрузку напрямую у нас будут проблемы а так у нас вполне нормальная работает нагрузка инвертор тоже как бы без сбоев работы в зависимости от того где находится датчик температура может меняться на поверхности температура выше на дне температура соответственно ниже как мы видели 40 наверху на поверхности и 30 на дне градусов по цельсию вот здесь у нас через удлинитель подключается все к инвертору инвертор подключен у нас солнечному контролю пока происходит нагрузка можно посмотреть как меняется напряжение так вот в настоящее время у нас как видите нагрузка скотчет может составлять 5 8 ампер может составлять 34 ампера напряжение соответственно тоже не изменяется это связано с тем что излишки энергии от солнечных панелей энергии от солнечных панелей направляются на аккумуляторы и тем самым увеличивается напряжение в сети так мы можем значит посмотреть на то как заряжается аккумулятор в настоящее время у нас происходит вот смотрите положительные токи ну заряд и отрицательный разряд то есть у нас где-то порядка 12 ампер извлекается при запитывании и когда происходит потребление мощности пить в пике там во время пульсации и когда в состоянии покоя происходит заряд аккумулятора так как мы используем преобразование синусоида или меандра соответственно у нас очень часто происходят изменения заряда и нагрузки и разряда то есть видите какие у нас происходят изменения вот минус 12 до включим даже до 22 ампер зарядка так это у нас потребление солнечных панелей энергию солнечных панелей показывается здесь у нас показывается заряд батареи то есть у нас извлекается 12 ампер и заряжается 11 ампер то есть вот таким образом скотч это говорит о том что у нас и одновременно для запитывания нагрузки используется и энергия солнечных панелей и энергия аккумулятора таким образом с двух источников у нас из получается извлечь максимум энергии солнечные панели на 500 ватт номинальная как напряжение у нас 12 вольт сети то есть таким образом с двух источников мы посвящаем нагрев температура уже составляет 54 четыре пятьдесят шесть градусов на дне порядка вот 70 градусов на поверхность незначительные такие пузырьки идут но это еще пока происходит процесс закипания как вы знаете температура закипания воды составляет 100 градусов по сельсию то есть у нас уже 7 минут прошло в среднем температуру закипания кружки получать воды с кружкой в кружке с примера составляет 13 вот у нас уже 7 с половиной минут уже прошло такие звуки сдает инвертор так как запитка приходит происходит пульсациями у нас такие возникают от шума так как нагрузка пульсирует лучше не осуществлять параллельную параллельную запитку других источников данным инвертором лучше оставить его чисто для нагрева температура нагревается в интернете очень много роликов где происходит аналогичным образом снижение мощи потребляемой мощности паяльниками но паяльники в отличие от кипятильника потребляют меньше энергии поэтому необходимо использовать другие диоды то есть вы должны рассчитать мощность диода то есть ток который может пропустить в настоящее время мы используем диоды на 3 ампера идет на 3 ампера паяльники так как то мощность порядка 40 ватт они пол киловатта как кипятильники то есть вы можете использовать более слабый диод все температура на дне у нас составляет уже 80 градусов видно что пузырьки стали более активно подниматься на поверхность скоро произойдет закипание 10 минут уже происходит запись уника 82 градуса на дне на поверхности 90 сейчас близится к завершению закипание закипание поднимаются кузырьки поднимаются кузырьки на дне 90 на поверхности 97 96 можно сказать что уже спорно начнет закипание заплатил объектив то есть Вот так вот если повернемся, видно, что на поверхности уже начинается кипение. Сейчас до более активного, интенсивного кипения доведем. Вот так, интенсивно, смотрите, скорее всего, думаю, засчитать что затипание уже произошло за 12 минут, 111-100 градусов. Все, отключаем питание кипятильника и теперь мы можем попробовать запитать данный кипятильник напрямую в обход преобразователь. Сразу же мы слышим звук после подключения. Кипение происходит гораздо более интенсивно. Чтобы не мучить инвертор, поэтому лучше использовать такой вот преобразователь. Данный преобразователь состоит из вилки, провода и розетки. Можно не использовать евро-розетку без заземления, то есть, я хотел сказать, можно не использовать заземление, так как кипятильник более простой такой потребитель. и теперь мы можем просто взять и разобрать розетку. И покажу вам, что там внутри находится. Минуточку. Так вот, получается, я разобрал розетку. Здесь находится диод и один из проводов, без разницы какой это нуль или фаза, вы можете подключить к диоду и тем самым осуществить преобразование энергии. То есть, вы можете таким образом обрезать меандр или синусоиду пополам и тем самым сократить потребляемую мощность нагрузки. Данный вариант подходит только для нагревательных приборов, так как запитывание другого оборудования или приборов может привести к их поломке. Спасибо за просмотр. Спасибо. Спасибо. Спасибо.